Антенны сотовых операторов Члены общественной палаты Ленинского района уже давно бьют тревогу относительно состояния здания Следы на снегу, ведущие к двери и оборудование на крыше указывают на то, что башня не заброшена Однако по ее внешнему виду такого не скажешь Я живу на этой улице и все жители нашей улицы, они каждый раз смотрят на эту башню Это же историческая память Так давайте за всем его и оставим будущему поколению Водонапорная башня была одним из первых строений в Видном Когда-то она находилась на въезде в город, а потому стала его своеобразной визитной карточкой Местные жители делали фото на ее фоне История сохранила имя одного из строителей Башня была возведена бригадой Павла Большакова Это произошло в конце 40-х годов прошлого века Строение стало архитектурной доминантой улицы Заводской, а впоследствии и одним из символов города С появлением центрального водоснабжения необходимость водонапорной башни отпала Сейчас она находится в частной собственности, а значит без ведома владельца что-либо сделать с ней невозможно Хотя планов даже самых необычных хватает Много обращений, люди приходят и спрашивают, когда эту башню восстановят А приходил даже один, я бы сказал, художник с творческой идеей, что сделать из этих башни какие-то часы Чтобы она была, можно сказать, лицом нашего города Впервые башня перешла в частное владение в начале 2000-х Но ею никто не занимался Помещение облюбовали бомжи и любители спиртного Раньше попасть в башню мог любой желающий В настоящее время здесь стоит железная дверь и висит замок Находиться поблизости опасно Зимой лежит снег, но летом на траве можно увидеть огромное количество кирпичей, которые потихоньку падают со строения Нынешний владелец здания вступил в право собственности в 2014 году Но обращения по адресу, указанному при регистрации, не принесли результата Поиск владельца – вот главная проблема, с которой столкнулись общественники Закон о сохранности персональных данных, он располагает, соответственно, здесь найти непосредственно контактную информацию, чтобы с ним связаться, практически невозможно Я так понимаю, есть только единственный аргумент, единственный рычаг выдавления – это если администрация, возможно, выйдет в суд для того, чтобы лишить собственника имущественных отношений, право имущественных отношений, потому что здесь, конечно, преступление налицо Отдельного расследования заслуживают обстоятельства перехода городской собственности в частную В настоящий момент представители общественной палаты ведут работу в связке с правоохранительными органами и планируют проведение экспертизы состояния здания Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ